Всем привет! Мы приветствуем вас на нашем канале. Привет, семье! А сейчас мы собрались... Сейчас мы собрались ехать в музей океанографии. Очень давно мы туда собирались, но никак не могли собраться. Нам все рекомендовали туда поехать. Там очень интересно, познавательно. И вот, наконец-то, настал этот день. Наверное, мы просто ждали, когда к нам приедет Леночка, чтобы поехать в этот музей. Ну всё, пора отправляться. Вы знаете, я поняла, почему мы так долго не могли приехать в этот музей. Потому что любая поездка, выезд в свет сопровождается вот такими грузами. Видите? То есть Наташенька взгромоздила на себя, на свой байк, коляску, Кирушу. Где там Кируша? Вот он, Кируша. И мы вместе погнали исследовать океан. Ну всё, в общем, мы на месте. Мы на парковке музея океанографии. Ну, сейчас пойдём смотреть, что тут вокруг. Это парковка у музея. Сюда мы поставили наш байк. И надеюсь, когда вернёмся, он будет здесь стоять. Ну, я уверена в этом. Вот так она выглядит. Плитка, конечно, не очень удобная. Я с коляской еле оттуда сейчас выползла. Но ничего, мы продолжаем нашу экскурсию по музею. Смотрите, какая красивая рыбка нас встречает в музее. В общем, когда я приехала сюда, я заехала прямо на территорию музея. Мне выдали вот такой чек. Написали на байке номер. И потом проводили вот на ту парковку, которую я вам показала. И теперь вот я дождалась своих родственников. И сейчас мы всё вместе пойдём в музей. Вот так выглядит процедура парковки. Здесь вот мужчина в голубой рубашке раздаёт номера. И всех отправляет байкеров вот на ту парковку специально для байков. На которой я тоже оставила свой байк. Всё, Денис тоже припарковался. Сейчас они оставят шлемы в байке, в багажнике байка. И мы пойдём, наконец-то, в музей. Посмотрим, что там интересного такого. Здесь мы столкнулись с огромным количеством людей. Очереди повсюду. Много байков, много автобусов. Сюда привозят и экскурсионные группы, и группы школьного возраста, и людей постарше. В общем, людей очень много. Музей оказался очень популярным. Ну, как и в любом музее, начать нашу экскурсию надо с того, что купить билеты. Поэтому мы сейчас подошли, тихо-тихо, маленький, подошли к киоску, где продают билеты. Сейчас посмотрим, сколько они стоят, и купим себе билеты. Вот они, цены. А наша экскурсия начинается вот с такой выставки. Какой огромный скелет! Билеты в этот музей обошлись нам в 40 тысяч донгов за одного взрослого. Наших детей пропустили бесплатно. И еще на выезде из музея нам нужно будет заплатить за парковку, так как здесь она платная. 4 тысячи донгов за один байк. У нас два байка, значит, 8 тысяч донгов нам нужно будет еще заплатить при выезде из музея. А тем временем мы проходим музей. И давайте немножечко расскажу вам об этом месте. Вообще, это Институт океанографии. Это крупнейший научно-исследовательский центр Вьетнама, расположенный в Ничанге. А на его базе организован Национальный океанографический музей. Здесь можно увидеть множество представителей морской флоры и фауны. Этот музей делится как бы на зоны. Здесь можно увидеть открытые бассейны с морскими обитателями, стеклянные аквариумы с рыбками и другими обитателями. А также залы, в которых представлены чучела морских животных и также заспиртованные морские обитатели. И есть еще внутренняя территория музея, где находятся вольеры с крокодилами, с красивым видом на море. Но все это мы с вами увидим, поэтому давайте по порядку. Хоть аквариумы здесь и не очень новые, но все равно за стеклами этих аквариумов мы увидели очень красивых морских животных. А именно рыб, клоунов, морских коньков, фугу, морских звезд, лангустов, осьминогов, кораллы и других морских обитателей. Еще здесь можно увидеть таких рыб, как мурены, рыбохирурги и полосатые крылатки. В общем, здесь есть на что посмотреть. А еще смотрите, здесь есть огромный цилиндрический аквариум высотой до потолка. Его можно рассматривать со всех сторон. Еще у аквариума есть небольшой парапетик вокруг него, где, я думаю, можно присесть, отдохнуть и полюбоваться на этих красивых полосатых рыбок. А за цилиндрическим аквариум идет еще один зал с аквариумами, где не менее интересные морские обитатели, на которых можно посмотреть. Еще удивляют размеры этих аквариумов, они просто огромные. А дальше мы оказались, можно сказать, под водой, где рыбы проплывали и сбоку, и над нами. Здесь мы увидели и огромных акул, и стаи тунцов, и огромного просто размера скатов. И каждый хотел с ними сфотографироваться, заснять. Ну и мы в том числе. А мы вышли из одного аквариума и двигаемся дальше. Сейчас посмотрим, что будет нас ждать в этом зале. О, здесь какие огромные чучела рыбы, или что это? Просто какая-то инсталляция, наверное, инсталляция просто. Что тут, черепахи, да? Ой, какая красота! Здесь живая черепаха. Такая огромная, да, Ян? Или это не живая? Не живая? А, это все чучело. Наверное, попадает. Сейчас посмотрим. А этот зал встретил нас с забальзамированными морскими обитателями, а именно змеями. Но также в этом зале представлены еще рыбы, кораллы, моллюски, водоросли и так далее. Потом мы поднялись на второй этаж. К сожалению, лифта здесь не было. Пришлось идти пешком. И мы немножечко удивились тому, что там увидели. Мы подумали, что мы попали в какую-то биолабораторию. А все потому, что на этом этаже находятся стеллажи с забальзамированными морскими обитателями. Посетителей в этом зале было мало. И это меня удивило, потому что на самом деле здесь можно воочию все пронаблюдать, какое огромное количество морских обитателей живет под водой. Ну, конечно, кого-то это немножко может напугать, потому что все это забальзамировано. То есть рыбки, моллюски и другие животные, они находятся в специальном растворе вот в таких баночках. И все, конечно, подписано. Стеллажи выстроены под самый потолок и проходы к ним во избежание несчастных случаев перекрыты. Мы с удовольствием погуляли по этому залу и полюбовались на всех этих животных в баночках. Да и что тут страшного? Нас этим не напугать, мы были в концкамере. А если вы устали гулять под ушным залом и смотреть на все эти пробирки и баночки с морскими обитателями, то на территории музея также есть на что посмотреть. На территории музея есть два вольера с живыми крокодилами. Но они хорошо отгорожены, так как здесь очень много детей, приезжают сюда прям в школьные группы. Поэтому в целях безопасности все отгорожены. Но крокодилы имеют, смотрите, какой красивый вид из своих вольеров. Можно сказать, пятизвездочный отель у них с видом на море. А мы познакомились с крокодилами и также полюбовались на этот красивый вид с их клеток, с их вольеров. Яночка даже немножечко помочила ножки в море, побегала там по воде и пособирала ракушки. Ну а мы отдохнули и решили, что нам пора уже собираться домой, потому что очень стало жарко, солнце стало припекать и надо ехать домой. После музея мы заехали на рынок и купили вот такие интересные фрукты. Чтобы Лена попробовала, ну некоторые из них мы тоже будем первый раз пробовать. Мы купили мангустин, ланган, рамбутан, джетфрут, который Леночка сейчас поедает аппетитно. И дуриан, который мы будем первый раз кушать. А вот так выглядит мякоть дуриана, которую нужно кушать. Но если честно, в нашей семье никому не понравился этот фрукт, поэтому мы его есть не стали, просто не смогли. Но, к счастью, у нас есть знакомые, которые просто обожают этот фрукт и мы с удовольствием отдали его им. А у нас наступил вечер и мы везем Яночку на занятия в ее студию. Будет она сейчас заниматься искусством, рисовать красивые картины и лепить из глины. А мы погуляем. Мы приехали в Яночкину студию с Кирюшей, с Леной. Сейчас с Яночкой попрощаемся, оставим ее здесь на полтора часа и пойдем гулять. Доченька, ты уже нашла свой рисунок, да? Да? Готовишь себе краски, кисточки? Ну все, мы тогда пойдем с Леной гулять, ладно? Помаши маме ручку, ладно, котик? Пока, мой цветочек, пока, моя девочка, пока. А мы пошли гулять. Сейчас возьмем кофейку и будем пить кофе и гулять. Мы зашли в то же кафе и решили взять тот же самый кофе, потому что он нам, в принципе, понравился. Мы еще с Леной думали, ой, как здорово, мы стали пить кофе без сахара. Мы вот заказали за 18 тысяч кофе с молоком и со льдом. Оказывается, они туда наливают не просто молоко, а сгущенное молоко. Поэтому нам было так вкусно. Ну, мы решили снова его заказать и нам опять было очень вкусно. Также нам дали в комплекте еще зеленый чай со льдом, который мы тоже с удовольствием выпили. Мы снова гуляем здесь и снова у нас в Луках очень вкусный кофе вьетнамский со льдом. Нам с Леной очень понравилось гулять в этом районе. Он находится недалеко от студии Яны. Здесь мало байков, мало машин, мало людей. То есть практически тишина и спокойствие. И красивые пейзажи. Но время пролетело стремительно быстро. И нам уже пора идти за Яной, забирать ее студии. Потому что ее занятие, которое длится полтора часа, уже закончилось. Она нам показала то, что она сделала в студии. Что она слепила, что она нарисовала. Все очень красивое. Ну, на следующем занятии она будет все это доделывать. А нам пора домой. Спасибо, что провели этот день с нами. На сегодня мы с вами прощаемся. Увидимся в следующих видео. Если наше видео вам понравилось, поставьте нам лайк, пожалуйста. Подписывайтесь на наш канал. И пока-пока. И привет семье. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...